Всем привет, ребята! Вы на канале Счастливый Кролик, добро пожаловать! И сегодня мы детально рассмотрим, что нам предлагает кочевник в пустыне и наш цветовод, ребят. И также мы посмотрим, что же это за оружие. Кактус! О-хо, прикольно! Хотя, подождите, что-то тут не то. Надо что-то поменять, ребят. Мы же уже в декабре, почему здесь всё так? Секундочку. Да, ребят, вот теперь всё почти как надо. Смотрите, у нас выпал чуть-чуть снежок уже, поставили ёлочку эту красивую и куча подарков под ней. Кстати говоря, о подарках. Я сегодня разыграю три кактусовых меча, ребят. Чтобы узнать, как их получить, смотрите моё видео. Ну что, ребят, давайте же начнём смотреть, что за новые вещи у нас есть. Погнали, вначале посмотрим, что нам такого интересненького предлагает цветовод. Вы бежали на главную площадь и бежим сюда, к нашему цветоводу. Давайте же посмотрим, что у него можно купить. Привет! У-ху! Давай мы у тебя купим, посмотреть магазин. Так, ребят, вот у нас есть вот эти жёлтые нарциссы. Есть красные нарциссы. И есть вот этот прикольный столик. Давайте купим сначала вот этот классненький столик с цветами. И посмотрим, что же на нём можно делать. Теперь надо купить цветочки. Кстати, ребят, два красных нарциссы у меня есть. Давайте же я теперь куплю жёлтенький. Так, покупаем жёлтенький. И как жалко, что нам не хватает ещё на один жёлтенький. Ооо, печалька. Давай посмотрим, через сколько я смогу у тебя выполнить квест. Только через четыре часа, ребят. О-о-о. Ну давайте посмотрим, что я смогу сделать с одним жёлтеньким нарциссом. Может, он тоже даст какой-нибудь цветочек. Погнали. Ребят, вот мы и приближали к моим красненьким нарциссам. Смотрите! Они всё время дают только оранжевые. По крайней мере, они мне уже дали штук 60 нарциссов и только оранжевых. Так что я думаю, что из красных получаются только оранжевые. Но давайте же я рядом посажу мой жёлтенький нарцисс. Возьму леечку, полью его и посмотрим, может, что-нибудь интересненькое у меня теперь появится рядом. И вас полью. Так, а что эта лилия здесь делает? Ну-ка, надо её на её место перетащить. Ай, подождите, ещё надо кактусы сорвать. Ой, сколько ж у меня тут всего надо сделать-то. Давно я в острова не заходил, ребят. Так, бежим сюда, ставим нашу лилию. Вот сюда. Супер! Ну что, ребят, давайте же рассмотрим наш столик. Давайте я его поставлю вот сюда вот. Вот так вот. Чтоб он был в центре внимания. И сейчас я зайду на него и посмотрю, что же там такого есть интересненького, ребят. Так, и что у нас здесь? Ох ты! У нас тут горшочки для цветочков, ребят. Очень-очень-очень прикольненько. Ну, давайте сразу наделаем горшочков нам. Сделаем такой горшочек. Сделаем такой горшочек. И такой ещё горшочек. И вот этот горшочек. Всё, ребят, супер! Мы сделали все горшочки. Давайте же их поставим в ряд. И посмотрим, что у нас такого интересненького можно сделать в этих горшочках. Так, нажимаем на горшочек. И мы туда можем посадить цветочек? Ой, давайте я посажу туда свой розовый гибискус. Класс! Красота! Только один можно, да, цветочек посадить? Да. В общем, значит, в каждый горшочек можно посадить только по одному цветочку, ребят. Супер-супер-супер! И я знаю, что я посажу потом в этот горшочек, ребят. Но сначала я хочу посмотреть, что же он мне принесёт за плоды, скажем. Смотрите, что у меня появилось, ребят. Вот этот фиолетовый плодородный гибискус, ребят. Толку, конечно, от него мало пока. Он мне до сих пор только приносил вот эти вот нецветные цветочки. Что очень обидно, ребят. Я думал, он такой магический, он такой ценный, так дорого стоит, что он мне начнёт что-нибудь прикольное приносить. Но, увы, до данного момента он мне ничего такого прикольного не принёс. А вот из моих вот этих вот, скажем так, салатовых гибискусов появляются чёрные гибискусы, синие гибискусы и розовые гибискусы, ребят. Давайте же я их соберу и сразу полью заново и посмотрим, что они мне потом дадут. Ну вот. Значит, с цветами мы разобрались, ребята. Значит, вот у нас вот есть этот столик. На этом столике мы делаем горшочки вот такие вот прикольники. И сажаем туда цветочки, которые нам больше всего нравятся. Вот так вот. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Да, очень интересненько. Я, конечно, потом найду применение, куда поставить эти горшочки. Супер, ребят. Так, ну что теперь? Остаётся подождать, какой же цветок выйдет из жёлтого нарцисса. Уху, ребята. И смотрите, что у меня получилось. Это салатовый нарцисс, ребят. Значит, из жёлтых нарциссов выходят салатовые нарциссы. Супер, ребят. Я их сразу сорву и полью заново. Давайте потом же посмотрим. Может, какой-нибудь ещё нарцисс выйдет интересненький. Но мне кажется, вряд ли. Значит, у нас есть у цветовода красный нарцисс и жёлтый нарцисс. Из жёлтого выходят вот эти салатовые, а из красных оранжевые нарциссы. Супер, ребят. Ну всё, с этим разобрались. И, кстати, вот опять выросли у меня гибискусы. И как мы видим, с моего фиолетового гибискуса опять не цветной, ребят. А с этих получился опять розовый и синенький. Очень-очень-очень прикольно, ребят. Ну что, теперь, я думаю, мы с цветоводом разобрались. И сейчас... Ой, упал. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зелёная была. Ну что, ребят, давайте теперь побежим к нашему кочевнику в пустыне. И посмотрим, что же у него есть. Ху-ху, погнали. Давайте купим у нашего кочевника в пустыне всё, что у него есть. И детально рассмотрим, что же он нам хочет предложить, ребят. Заходим сюда, в первую вкладку. Так, семена кактусов я уже купил. Давайте купим вот этот ящик пустыни. Супер, он стоит 30 баксов. Видите, покупаем. Теперь купим нашу печку пустыни. Она стоит 50 баксов. Супер. Ну и чертёж кактусного оружия у меня уже есть, ребят. И я вам покажу, что же это за оружие. Кто ещё не знает, как зарабатывать деньги, вот эти доллары песчаные, просто заходите сюда, нажимаете вот сюда, выполнять квесты. И вам появляются вот такие квесты. Видите, я уже всё выполнил, вот этих три квеста. И они только заново будут доступны через 22 часа у меня. Но мне ещё осталось выполнить один квест. Это убить 5 рубиновых скорпионов. И тогда я получу 10 баксов пустыни. Супер, ребят. Ну что, ребят, вот я подготовил на своём острове вот такой вот маленький уголочек пустыни. Давайте же смотреть всё подробно. Так, нам предлагали кактусовые семена. Вот они, ребят. И вот так мы сажаем кактусы. А вырастают вот такие наши кактусики. Дальше у нас был вот такой вот сундук песчаный. И вот такая вот печка. Вау, красотень, ребят. Вот так это всё выглядит. Суперски, суперски, суперски. Давайте же теперь откроем и посмотрим, что там внутри. Так, давайте с углём начнём. Да, ребят, и видите, залезает 60 штук в каждый слот. Вот, ууу, вау, это очень прикольно. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Двенадцать. Ничего себе. Семьсот двадцать, ребят. Семьсот двадцать всяких вещей мы можем положить сюда, в этот ящик. Это очень и очень прикольно, я считаю. Так, ну наша печечка. Что же у тебя тут такого интересного? Давайте закинем тоже уголь. И поставим золото наше плавить. И что? Как обычное, что ли? Так, ну я достал нашу обычную печку и поставлю рядом, ребят. Так, давайте уголь тоже закинем. Да, они идентичны, ребят. Что здесь помещаются? Три каких-нибудь элемента, которые мы хочем поджарить. Что здесь помещаются? Три элемента. Ну, единственное, конечно, дизайн другой. Может, кому-то больше нравится вот такая печка. Мне, в принципе, нравится. Прикольно. Ну, и это по-своему красиво. Так что здесь разницы нет. Это чисто, если вам только надо эстетически красивее. Или эту печку для дизайна какого-то. А так, нам сгодится и вот эта старая. Потому что она работает так же, как и эта. А вот сундучок прикольненький, прикольненький. Очень много тут всего вмещается. Супер. Ребят, и смотрите прикол. Получается, что если я поставил рядом желтый цветочек с красными. Смотрите, у меня появились три салатовых нарцисса. Это значит, желтый задоминировал мои красные цветочки. И вокруг появились только салатовые. Очень интересненько. Ну, ладно, не будем отвлекаться. Давайте же дальше смотреть. Теперь мы перешли, ребят, к самому главному. Это чертеж, вот этот кактус-меч. Или иголки кактуса, как его еще называют. Давайте же его распакуем и посмотрим, что же это такое. Как его распаковать, ребят? Нам понадобится наковальня. Ставим наковальню. Заходим внутрь и спускаемся вниз. Видите, вот этот чертеж, которого у нас не достает. Видите, он тут. Теперь достаем чертеж и нажимаем. Все, мы его изучаем, изучаем. Супер! Мы выучили. И теперь, и теперь вот. Вот у нас появился этот кактус-меч. Кактусовая игла. Супер, ребят. Давайте же ее быстренько сделаем. Я даже смогу сделать, ребят, три штуки. Ай, не дает увеличивать, только можно по одной делать. Раз, два, три. Супер. И теперь у меня в арсенале аж целых, ребят, четыре кактусовых мяча. Вот он. Давайте же посмотрим, как он выглядит. Красота, ребят. Смотрите, какой он прикольный. Очень интересненько. Тянь, тянь, тянь. Теперь мы можем всех наказывать иголчатым вот таким вот мячом кактуса. И, ребят, у меня четыре мяча. И, как я говорил, я провожу конкурс и три мяча я подарю вам. Точнее, трем человекам из вас. Что для этого надо сделать? Надо поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, ну и рассказать друзьям о нем. Также не забудь написать в комментариях, хочу мяч, и я выполнил все условия, чтобы я знал, что ты все сделал. И тогда я среди вас разыграю этот мяч, ребят. Ну, победителей мы выберем рандомно, по специальной программе. И потом, когда я объявлю победителей, ребят, мы сыграем с вами, и я вам подарю в игре этот мяч. Супер. Ну что, теперь погнали его тестировать. Посмотрим, сколько же он урона наносит, и как он хорош в бою. Ху-ху, погнали. Ребят, перед тем, как отправиться в бой, не забудем про наше зелье силы. Вот оно, ребят. Чтобы его сделать, нужны вот эти вот ингредиенты. Давайте же я сделаю, ну, штучек 10. Сразу пускай будет с запасом. Супер, ребят. Вот на этом столике делаем зелье силы, не забываем. Этот столик вы найдете вот на этом столике. Хе-хе. Ну что, побежали? Ну что, слезняки, бойтесь. Ха-ха. Побежали. Давайте пока посмотрим, сколько он наносит урона без зелки. Так, давайте осторожненько. Иди сюда, иди сюда. Вот тебе 40 и 60. Так, значит, критический удар 60, а обычный удар 40. Давайте же теперь я выпью зелье. Кстати, очень неплохо 40 и 60. Так, ну что, погнали. Все, теперь я под зелем. Ну-ка, идите сюда. И что получается? 52 и 78. Ху-ху-ху-ху-ху. Ничего себе. Вот это кактус. Вот это да. Ребят, ну что, подведем итог. На данный момент это самое сильное оружие ближнего боя. Особенно под зелькой. Ребят, это же вообще сумасшедший дамаг. Ну что, ребят, вот мы и разобрались, что мы можем купить у кочевника и у цветовода. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И, конечно, участвуйте в конкурсе. Условия я уже рассказал, чтобы получить вот эти мечи кактуса, ребят. Ху-ху-ху. Всем пока-пока. С вами был Счастливый Кролик. И всем всего самого хорошего. Ну, а я пошел мочить их. Идите сюда, я вас иголок напихаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...